ВИЧИ ГЕЙМИНГ ПОТЕНШИЛ ВИЧИ выигрывают данную катку. Со счетом 2-0, то они поднимаются на первую позицию и отправляют ВИЧИ ГЕЙМИНГ на второе место. Пока что IG идут, в общем-то, неплохо. У них всего лишь две ничьи, остальные все победы. ВИЧИ ГЕЙМИНГ сыграли просто меньше, чем IG, поэтому и находятся на второй позиции. Сейчас есть все шансы отправить якобы серьезных непобедимых IG вниз. Ну, давайте смотреть по пику. Команда ВИЧИ ГЕЙМИНГ забрала Дазла последним пиком. Все это под Акса, под Кси, под Сложную. Сложная будет очень сложная для команды ВИЧИ ГЕЙМИНГ. Если Акс вместе с Дазлом придут на линию, то Триплу можно, в принципе, загнобить. Бёрнинг забирает себе Ликана. Чи будет играть у нас на Рубике. Кси для Акса. Фейт берет Дазла, ну и на мидлейн отправляют Квин оф Пейн. Со стороны команды ВИЧИ ГЕЙМИНГ ПОТЕНШИЛ. Так, Сикрет забирает у нас Темпларку на мидлейн. Пока что, я смотрю, не разобрались, кто на ком или в чем дело. ССС играет у нас на Джаггернауте. В Сложную, я так понимаю, отправится Клокверк. Леон Саппорт и Андайинг тоже Саппорт. Докфайт забирает себе Андайинга. Янг будет играть у нас на Клокверке. И... И Джеймс, и Джеймс берет себе Леона. Ну все, по пику, в общем-то, абсолютный стандарт, не считая Ликантропа, который нечастый гость у нас. Андайинг и тот чаще, чем Ликан, стал появляться в пике. Ну что IG хотят сделать? IG хотят выиграть Сложную, как я понимаю, благодаря Кси на Аксе и Даззла, который его будет саппортить. И сделать такой план на мидгейм Бернинг со всеми своими собаками. Я думаю, скорее всего, с Некрономиконами. Нормальная пуш-стратегия. Пачки крипов разваливаются моментально. Файтится тоже не очень удобно. Акс крутится от всего вообще, что может быть. И Андайинг помощник для Акса, чтобы покрутить Акса на месте. Поэтому у команды IG Пик мне нравится немного поболее. С другой стороны, у команды Вичи Гейминг есть жесткий Хардлейд. Такой, которого нет у команды IG. Я думаю, что Ликантроп отъезжает. У нас вот перефармленного Джаггера 100% Темпларка тоже, в общем-то, вполне уверенно стоит против Квапы. Шадоу Страйк не сильно насилует у нас Секрета, поэтому... Поэтому Темплар неплохой, достаточно неплохой вариант. Темпларка в штанах? Да. Ну и походочка у Темпларки. Вся команда IG перемещается у нас... Не вся, но в большинстве перемещается на нижний лайн. А вот Вичи Гейминг Потеншал в четвером отправляются на топ-лейн. Будут стараться поймать кого-то в лесу. Ну и, наверное, завардить. Так, не вижу варды, не вижу. У Леона варды. И Джеймс, к сожалению, последний идет, а ему по факту надо цеплять было бы здесь Рубика. Джеймс в итоге у нас отстал от всех. И все в никуда отправляется. В итоге Рубика не поймать толком. Если Рубик, конечно, сам не захочет этого и не подставится. За дерево спятались игроки команды Вичи Гейминг Потеншал. Ну а вдруг? Вардить-то все равно надо. Вдруг подойдет. В итоге топ-руна для команды Вичи Гейминг Потеншал. Это 100%. Здесь Янг тоже вряд ли рискнет спускаться. Фейт не сам. Это прекрасно понимает Янг. Поэтому подходить к руне смысла фактически никакого. А Янг попытается. Коги надо ставить. Доставит Коги. Руну в итоге забирает здесь Лекан. Янг просто потратил Коги в никуда. Немножечко здесь слил Ману Бернингу. Но это тоже не проблема. Бернинг становится на мидлейна. Феррари на Аквапе отправляется на топ вместе с Рубиком. Будет стоять против Триплы. Трипла из Джаггернаута, Джеймса на Леоне и Догфайтс на Андайинге. Конечно же здесь ССС будет фармить. Ну и внизу Кси на Аксе против Клокверков Соло. Фейт пока что на мидлейне вместе с Бернингом. Может быть здесь и останется. У Бернингов все-таки ситуация сложная. Здесь против Темплар Ассасин в Соло Лекану не постоять. Посмотрим. Возможно Фейт и переместится в итоге к Аксу. Но пока что для Кси ситуация не проблематичная совершенно. Янг в Соло ничего не делает у нас Аксу. Пошли настреливать по Сикрету. Сняли треть ХП. Оставили его в покое. Феррари здесь. Получают от Джеймса. У Феррари пока что только блин готов. Пошел у нас Хекс Феррари. Догфайтс еще один Дикей. Феррари бы вообще на дичайшем Лу ХП отсюда уходил бы. Драка в итоге состоялась, но без фрагов. Фейт через Poison Touch, чтобы постоянно сбивать рефракшн Темпларки. Правильное решение, что еще сказать. Грейв пока не нужен. Рановато. Ну что, Сикрет. Будет ли здесь попадать через 2 секунды новый рефракшн? Сикрет по ХП огребает здесь. Готов с Бернингом файтиться. Сбивают новый рефракшн Сикрету. Остается маны всего-то на 2 рефракшна. Надо где-то уже идти как-то контролить руну. На руне можно и поймать у нас Темпларку. Бернинг 622 по золоту. 7-2 идет Крипстат у него. Ну и Темплар Ассасин 6-2 Крипстат. Ну что, в итоге отдают Темпларке руну хосты. Зачем, правда, непонятно. Дазл внизу забрал себе баунти руну. Курьер приносит Сикрету Мэджик Сик. Здесь Бернинг часто воет и вызывает собак. Ну и недалеко был Дазл. Дазл тоже постоянно пусть он тачим. Спамил, поэтому Темплар не лишним будет данный артефакт совершенно. Внизу Кси без маны. Джеймс приходит сюда, пытается подсейвить Янга. Янг на очень лоу ХП. Очень просто. Чуть было ФБ не пропустили. В итоге Янг не отдался, меня не подставил. Да и свою команду тоже. Феррари на Квин оф Пейн 5 на 3 Крипстат на данный момент. Его помощник Рубик здесь 2 на 0 имеет Крипстат. Что-то долговато, конечно, Янг идет у нас на базу. Но уже там хилится. На сложной линии для команды Вичи Гейминг Потеншал. Все хорошо для Джаггернаута. 13 на 8 у него Крипстат. Даже 14 на 8 обгоняет он Феррари на Квин оф Пейн. У Квапы всего лишь 7 на 6. Это при том, что она рейнджевик. И рейнджевик со скиллами, которые помогают, в принципе, убивать здесь крипов. Но видим, что на третьем левеле Феррари не качал до сих пор Скрим оф Пейн. Кси продолжает биться головой об Коги, сливает себе полностью всю ману. Агрить на себя нечем, батлхангер не проюзать. Ну, через контр-хеликс будет все делать Кси. Забирает здесь фарму Леона. Отнимает крипов и все, в принципе, для Кси неплохо. Янг подойти к нему просто-напросто не может. На мид-лейне Сикрет уже должен Боттл и Блэйдс оф Атаками. Да, Сикрет немного осталась до Фейс Бутсов. Против него Бёрнинг, где он... У Лекана Боттл, Ринг оф Протекшн и Бутс оф Спид. По Нэтвордсу Лекан на первом месте. 2-100 для Бёрнинга. Ну и дальше идёт уже Сикрет от Темплар Ассасин. В руках у него 21 на 4 Крепстата и по Нэтвордсу второе место. Совсем чуть-чуть остаёт у Лекана, а сейчас, скорее всего, и выйдет вперёд ещё. Не выйдет. Кси забирает у нас ФБ. Убивают Леона. Убивают Леона в собственном лесу, давайте смотреть. Леон у нас решил повардить. Отличный вард. Вард просто на ура, но ФБ забирает в итоге команда Ай-Джи. Кси ещё и во вражеские леса правился. Ему, в принципе, всё равно. Есть Транквил Буци. ХП-реген огромнейший. 16 на 16 с копейками в секунду. Поэтому выложил Транквил и вернулся. Забрал Транквил и ХП продолжает регениться. 1300 для Кси. Всего лишь 1000 остаётся до Даггера. Опять Лекантроп воет. Но уже на данный момент Бёрнинг в лесу. Выходит постепенно в Латмир. Есть Стапок, есть Базилка, есть Стринков Реген. Осталось насобирать ещё 950 до появления Латмир. Феррари. 19 на 11. Не лучшая, конечно, игра от Феррари. Так, у нас Догфайт здесь в итоге разваливается. Квин оф Пейн забирает второй фраг для своей команды. Но теперь Феррари по Нетворсу чуть-чуть приподнялся. И обгоняет Джаггернаута уже на 400. У Квапы уже есть Нул Талисман. Готовится выйти Феррари в Пауэр Трэдс. Джаггер, в свою очередь, уже с Фазами. Уже с Рингов Базилус. Но пока что без Мома. ПТ для Квапы у Кси, 1700 по золоту. Ещё 2-3 минуты, Кси будет с Даггером. И тогда будем смотреть, что там с Янгом будет. У Янга дела не лучшим образом обстоят. Есть Боттл, есть Бутсов Спит, Ропов Зе Мэджи. Тоже не лучший показатель вообще. Да при том, что он стоял на лёгкой линии. Шестой Нетворс на карте маловато, конечно. Первый Кси на Аксе. У Акса появляется Ринг оф Хеллз. Потом будет Даггер, сейчас будет Вангвард. Позже уже будет Даггер для Кси. Ну, в принципе, здесь переживать того же Джаггернаута придётся. Поэтому ничего тут странного, что укрепляется у нас Акс. А не наоборот, какую-то врывную мощь приобретает. Всё, в принципе, вполне закономерно. По команде Витчи Gaming Potential. Я думаю, что Undying у нас будет... Так, врыв пошёл у нас от Янга на Фейта. Фейта Грейв есть. Пока что хилится. На Грейв, в принципе, маны хватает. Фейт под Грейвом. Батарея Саут допилит здесь Фейта. Даже до Эншентов добежать не удалось у нас в итоге Дазлоу. Странные ребята. Догфайтс. Единственный, кто решил подсейвить собственный Т1. Тут уже на помощь приходит Джеймс. Феррари подкопали. Там Бас стоит. За Феррари погоня. У Феррари через 5 секунд аж будет Блинк. Это уже будет после его возвращения из Таверны. Минус 1 делает команда Вичи Гейминг Потеншиал. Первый пуш команды Айджи на топ-лейне развалился. Ну и для Бёрнинга появляется Владмир. Владмир для Бёрнинга. Кси уже с Вангвардом. 400 сверху. Даже в соло Омнислэш, когда появится у Джаггера, Кси его переживает. Не агрит на себя Джаггернаута. Это ни к чему. Здесь есть Тавер, который может начать дамажить Кси. Это вообще для него будет лишнее. Но фулл хп, фулл мана. Кси проблем здесь совершенно не ощущает. Феррари уже здесь. Будут пытаться поймать Джаггера. Загрил на себя Джаггера. Бедняжечки, бедняжечки. Командович и Гейминг, скорее всего, теряет своего мейнкерри. На 30 хп уходит Джаггер. Омнислэш у него есть. Будет ли юзать? Скорее всего, будет юзать. Омнислэш пошел у нас в Кси. В итоге Джаггер здесь умирает. Зачем это нужно было, непонятно. А Кси сделал все, что было необходимо. Кси этот вангвард реализовал в даблкил сейчас. И в итоге выжил только благодаря ему. Не благодаря Даггеру, который у него, к счастью, так и не появился, а благодаря вангварду. Продолжение следует... 10 минут сыграно. 4-3 по фрагам выигрывает команда IG. По золоту они впереди на 2,5. По экспириенсу 3000 тоже для коллектива Invictus Gaming. У Кси уже деньги практически есть на даггер. Этот вангвард очень дорого стоил команде Vici Gaming Potential. Ну и Акс почти 10-го левела. Сейчас упадет Тауэр и все, в принципе. Есть даггер, это на 11-й минуте. Даггер плюс вангвард, плюс... Транквил Буци, хп много, врывная способность на ура, Берсеркер колл будет в 4, Баттлхангер Кси в принципе не нужен здесь. Что, даггер уже сейчас появится. Не знаю, заберут ли Тауэр или не заберут, это их дело. Недалеко уже находится Фейт, можно цеплять любого героя. А вот же Джаггернаута вообще не лишним будет подцепить. Фейс Буци есть у Джаггера, Джаггер должен уходить под коп, у нас промазывает под копом. Но в итоге Джаггер загрелся у нас на Кси. Ну и скорее всего развалят здесь Джаггернаута. По голове удар от Кси, Куилинг Блейд, Акса, ну и 2 500 на руках у Кси. Просто приобретаем даггер и по всей карте разносим команду Вичи Гейминг Потеншал. Тут оффлейнер IG сыграл просто на 5 с плюсом. Можно спушить Т1, все-таки он сильно битый здесь. Что за муф от Кси? Для кого просигналили? Кому? Может подумали, что там Плорассасин там находится? Нет, ничего подобного. Кси просто наорал на пустое место, теперь, наверное, займутся наконец-то табором. Командовичи Гейминг Потеншал втроем на собственном мидлейне. Феррари в это время на топе, вот пушит у нас немножечко вышку. Кси может танковать Тавр, может и в соло его забирать. Втроем игроки команды IG, Тавр должны забрать, хотя есть вижен, я так понимаю, для команды IG. Что там происходит во вражеском лесу? Отходят. Вчетвером шли Вичи Гейминг Потеншал, еще и под смоками, а где смоки проюзали? Как так получилось? Наверное, здесь под Апсервом пробежали, юзнули смоки прямо под ним. И Кси готов файтиться. Вчетвером так в четвером. На Янга. Янга агрит на себя. Кси на лоу ХП. Будет ли в него крест? Нет, крест не дает. В итоге фейт не дотягивается. Просто-напросто Феррари на лоу ХП под грейвом. Пилят его здесь мумии, но Феррари, скорее всего, здесь умирает. Минус 2 уже делает команда Вичи Гейминг Потеншал. Бернинг начинает разваливать мумию. Минус 2 со стороны IG. Рубик на лоу ХП. Ну и Чи уходит отсюда тоже на лоу ХП. Сикрет. Прячется в инвиз. И тут Даззл не прощает. В итоге Чи на Рубике. А я смотрю, как так, а? Это Рубик у нас, оказывается, украл ульту Андаинга. Поэтому так серьезно выглядел. В итоге файта 3 в 2. Разменялись в пользу команды IG. Хотя и потеряли своего в данном вопросе мейнкерри, который стоял на легкой линии. По золоту IG 4 с копейками. По экспириенсу тоже 4 с лишним для Invictus Gaming. У Янга на Клокверке уже есть ПТ Magic Wand. Пока что нет ни Блэйд Мейла, ни Форс Ставфов. Ну и рановато. Клок у нас толком ничего не вывез. 15 минут, 37 крипов. Еще и одна смерть для Янга. Где вообще брать деньги? В это время Бернинг. У него есть Владмир. Уже есть Аегис ПТ. И первый Некра. Ну, как и предполагалось, Бернинг выходит у нас в Некрономиконы. Будет серьезный пуш организовывать. Кси агрит на себя Янга. Янг, скорее всего, здесь умирает. Кси налог хп под Грейвон. Можно раскрутиться и развалить здесь. Кси надо выхилить. Выхиливают Кси. Ну и сразу урну в Шадоус. На него минус 2 делает команда IG. Акс готов драться дальше. Все, он почти на фулл хп Кси. Просто врывайся куда хочешь и дерись. Феррари здесь подкапывает Джеймс. Фингер оф Дес нет. Кси агрит на себя Секрета. Секрета убивают. Минус 3 делает команда IG. ИГ 11-5. Дальше побежали. Погнали Леона как можно дальше. И Т1 команда IG забирает. Скорее всего, Т2 тоже можно попытаться свалить. Джаггер бегает далековато. В принципе, да даже если близко подойдет. Но пятерых он не свалит. Еще и крипы здесь. И много кого здесь. Кси пошел забирать Эншентов. Которые в Вичи Гейминг Потеншал для себя стакали. По фарму сейчас IG в такой дикий отрыв уйдут, что ВГП, я думаю, просто в следующей игре смогут отыграться. Сейчас вообще непонятно, что делать с Аксом. Совершенно непонятно. Фейт всегда рядом. Фейт всегда помогает. Грейв 4-го левела. Рэндж большой. КД маленький. Работает безошибочно. У Бернинга немного остается до рецепта на вторые Некра. Темплар Ассасин. Пошла, я думаю, все-таки в... Хотя, не знаю, Блэкинг Бар это будет или это будет... Дезолятор. Наверное, не лишено смысла Дезолятор здесь собирать, чтобы по-быстрому справляться с Волками, с тем же Аксом, который агрит на себя. Тогда у Секрета и у всей команды Вичи Гейминг Потеншал появляется шанс справляться с Аксом чуть раньше, чем на него Грейв бросит Даззл. Но рискованно, опять же, остаться без ничего. Дезолятор Хэппл Хэлс Пойнтов не дает. Акси очень быстро справляется с мидером команды Вичи Гейминг Потеншал. Темплар Ка здесь не самый лучший вариант. Я смотрю, так, рефракшн вроде и спасает от частичной какого-то дэмэджа. Но рефракшн очень быстро сбивается теми же суммонами Ликана. Тем же Пойзен Тачем от Фейта. Да и от всех, от всех, от всех. Шадоу Страйк сбивает рефракшн в мгновение Ока. Команда IG здесь, конечно, укомплектована на ура просто. Пошли с Некрами на хайграунд. Уже рецепт на вторые Некра есть для Бёрнинга. Бёрнинг юзает, здесь Хауль. Некра очень сильно бьют. Волки очень сильно бьют. Ну, сколько Некрономикон бьют? 70 сейчас, так это первого левела Некрономикон. Янг рвается у нас на Бёрнинга. Сюда уже Акс. Кси на половине ХП. У меня слэш пошел от Джаггернаута. Кси под Грейвом от Фейта. Умирает Ликан, теряет Аегис. Надо выхиливать Акса всеми правдами и неправдами. Бёрнинг юзает у нас Шейпшифт и бежать отсюда. Ну, Сикрит не должен его отпускать. Кси агрит на себя Докфайта. Ульта пошла от Акса. Минус три делает IG. Теряет Ликана дважды. Потерянный Аегис и сам Ликан отправляется в таверну. Ну, троих смогли забрать. У Акса есть уже плейтмейл. 1800 на руках. Я думаю, Акс у нас выходит в Шивасгвард. Такой максимально мощный рассказ. На ранних левелах всё только в плюс для Командайджи. У Ликана есть ещё один рецепт на книжечку. И немного денег остаётся до третьих некров Ликану. Ну, у Квапы появляется Оркит ПТ. Ну, у Талисман ещё 1000 сверху. Акс, я думаю, что выходит в итоге в Шивасгвард. Уру. Так, Янг прорывается у нас на Кси. А зачем? Янг, скажи, пожалуйста. Ну, здесь Джаггернаут. Будут забирать здесь Кси. Далеко он от Фейта. Здесь Джаггер уже его не прощает. У Джаггера, кстати, нормально всё с дэмэджем. 135 бьёт с руки. Сейчас уже появляется Яша для ССС. ССС есть у него. На Фейсбуце есть Масков Мэндекс. Ликан приобретает себе вторые некра и до третьих фарм-фарм-фарм. Клок ничего не мог сделать с Аксом на собственной линии. Теперь в масс-файтах где-то как-то мстит более-менее Янг своему оппоненту прямому. Хотя Икси команду Айджи почти не чувствует. 7 киллов сам... Ой, команду Вичи Гейминг. 7 киллов сделал сам. 2 ассиста. 2 смерти. Ну, неудивительно. Он в самый центр событий постоянно ныряет. Ещё бы он не умирал. Уликана хватает денег на третий некра. Можно по ним покупать уже, в принципе, Феррари. Приобретает себе Гоасептер. Зачем? Расскажи. То ли это будет Гоасептер сам по себе. Ну, наверное, да. Под сейф от Джаггера. Но если туда Finger of Death будет Гоасептер. Я не завидую, конечно, Феррари в таком случае. 20 минут 30 секунд сыграли. 10 тысяч по золоту Айджи. По экспириенсу 7500 тоже Айджи. Интересно, хоть что фрагов у нас. Достаточно. Достаточное количество. 21 минута 21 фраг. Без занудства. Особенно третий некра для Бёрнинга. Уже в нём. Уже можно юзать и подниматься на хайграун. Здесь и без них справляется прекрасно команда Айджи. В это время Т1 допиливает Вичи Гейминг Потеншнел на топ-лейне. У них уже сейчас Т3. Начнёт догорать. Ждём решения Бёрнинга. Некра, собаки и Гоу. Собаки, Некра. Хаулют Бёрнинга. Нет глифа у командовича Гейминг Потеншнел. И посмотрите на скорость, с которой падает Тауэр. То же самое будет с Бараками, только побыстрее. Подкоп от Джеймса. Сразу же Сайленс на него. По голове Кси. Налог ХП Докфайт здесь. Кси, в принципе, половину ХП потерял всего лишь, но живёт. Развалили Тамбу. Сейчас переключаются на Бараки. Бёрнинг приносит себе Джаггера, но мне слэши. Ну, Джаггера развалили. Минус Джаггер. Темплар Ассасин у нас выкупается. Файт. Минус Темплар Ассасин. Киллинг сприт для Чина. Рубики. Ну и это Good Game Well Played. 22 минуты понадобятся в команде IG, чтобы убить всякую надежду Вичи Гейминг Потеншал на победу в первой карте. Есть ещё вторая. Уже не будут Вичи Гейминг Потеншал на первом месте. Во второй катке смогут только сравняться с IG по количеству очков. Хотя не могут, не могут, не могут. Да, могут ещё один поинт отковырнуть, но остаться на прежних позициях. Точно. IG 100% сохраняет уже первое место за собой. Поэтому Вичи Гейминг Потеншал могут просто укрепить свои позиции на втором месте. Ну что, увидимся через 2-3 минуты. Пока что не переключайтесь. Жмите follow на Твиче. У нас небольшая пауза и 2-3 минуты вырываемся на вторую игру. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok